Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о прекрасном расширении CIVIT AI Helper. Что это за расширение, зачем оно нужно и как оно работает. Из названия понятно, что это расширение связано с платформой CIVIT AI, с которой мы скачиваем обычно наши модели. В первую очередь это расширение позволяет нам оформить библиотеку наших моделей, лор и текстовых инверсий и добавить в нашу библиотеку дополнительные функции, которых раньше не было. От каждой модели появился блок кнопок. Есть кнопка открыть страницу модели на CIVIT AI. Есть кнопка добавить триггерное слово со страницы модели. И есть кнопка добавить базовый промпт со страницы модели. Все это делается одним кликом. Чтобы эти кнопки появились, нужно нажать вот эту синюю кнопочку. Более того, все вот эти вот превьюшки, которые сейчас стоят на карточках модели, были пропарсены или просканированы расширением CIVIT AI Helper. После установки этого расширения у вас появится вот такая вкладка. Если вы на нее переходите, здесь есть некоторый набор возможностей. Первый блок позволяет нам просканировать базу CIVIT AI, нажав кнопку Scan в поисках наших моделей. Для всех моделей, которые у нас находятся в автоматике, он найдет превьюшку, он найдет ссылку на страницу, найдет триггерное слово и найдет базовый промпт. Здесь мы можем выбрать максимальный размер превью, выбрать пропустить неприличные превьюшки и выбрать для чего мы хотим осуществить сканирование. Первое это текстовые инверсии, второе это HyperNetwork, третье это наши чекпоинты и четвертое это лоры. Выбираем все, нажимаем сканирование, дальше открываем консоль и смотрим как происходит сканирование. Сканирование не такое быстрое, потому что расширение нужно открыть каждую страничку и просканировать ее. В самом конце вы увидите слово Done, означает, что сканирование выполнено. Второй блок нужен для самостоятельного добавления информации о моделях. Для этого нам нужно добавить CIVIT URL, ссылку на страницу, CIVIT AI, где находится эта модель, дальше выбрать модель из списка и нажать Get Model Info from CIVIT AI. После этого для конкретной модели превьюшка, ссылка, триггерное слово и базовый промпт должны добавиться. Третий блок нужен для того, чтобы скачать модель и сразу добавить всю необходимую информацию в автоматик. Это делается следующим образом. Вы находите, допустим, модель, берете ссылку на эту модель, переходите в автоматик, вставляете сюда эту ссылку, нажимаете сканировать, видите название, тип, дальше выбираете в какую папку вы хотите это поместить, дальше выбираете какую версию этой модели вы хотите скачать, допустим последнюю, нажимаете Download. Теперь если мы откроем консоль, то модель эта будет скачиваться. И последний блок нам нужен для проверки обновлений. Выбираем, что мы хотим проверить, текстовую версию, модель или лору. И нажимаем Check New Version from CIVIT AI. В итоге все наши лоры сканируются. И вот для одной лора нашлось обновление. Мы можем нажать Download и скачать новую версию. И в самом конце мы можем включить или отключить показ кнопок на превьюшке и нажать кнопку Save Settings. Давайте теперь я покажу как установить это расширение. Переходим в Extensions, Available, Load From, вводим в Search, CIVIT AI Helper, находим вот такое вот расширение, нажимаем Install. Installed, Appliant, Restart UI. После того как вы это сделаете и перезагрузитесь, обязательно зайдите в CIVIT AI Helper и нажмите Scan. Убедитесь, что ваше сканирование пройдено до конца. И после этого вы можете переходить уже в ваши чекпоинты, лоры. Здесь вы нажимаете синюю кнопку, чтобы появились вот эти вот кнопочки. И можете пользоваться всеми возможностями CIVIT AI. Теперь смотрите, все вот эти ваши превьюшки на модели и лора тоже, они будут храниться рядом с вашими моделями. В идее вы эти картинки можете заменить на свои. А можете сгенерировать изображение и нажать вот эту вот первую кнопочку. Replace Preview Image. И превьюшка тоже должна замениться на сгенерированное ваше изображение. Но эта замена работает не всегда стабильно. Поэтому если это не сработает, то можете просто заменить эту картинку. Ну а файл Info это JSON формат, который содержит все ссылки и всю информацию о модели. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наши каналы ВК и Телеграм, общайтесь, задавайте вопросы. А на этом всем удачной генерации. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok